И сразу в начале трейлера за нами гонятся какие-то слезняки, причем куча слезняков. Давайте разберем трейлер шестой главы Гартенов Бан-Бан. Только что мы видели джестера, возможно наш будет союзник. Красивую локацию и за нами вновь гонятся слезняки, мы от них убегаем. Видим паука на ПНАПа, видим какую-то медицинскую палату, падает джестер. Какие-то три глаза видим, позже разберем. Возможно это пролетающая Апила, видим джестера в углу. Также какую-то комнатку, возможно это тюрьма с палатой. Кашказавр, возможно это был. За нами джестер ходит, причем не бегает, возможно он добрый. Еще какие-то глаза, обязательно это тоже мы все разберем. Видим какую-то комнатку испытания, где нужно было прыгать на кнопки и платформы продвигаются. Только что мы видели Бомболину и также какие-то лабиринты. В конце нам показывают всех старых персонажей и слева и справа на ПНАП. Возможно это что-то значит и возможно главный злодей как раз таки будет мутированный на ПНАП. Сейчас мы кое-что увидим. Да, ребятки, все-таки это похоже на ПНАП. У него три глаза и большие зубки. И возможно это будет главный злодей. А не стоило злиться на ПНАПа, не стоило. Ну что ж, ждем шестой части. А теперь давайте попробуем более детально разобрать трейлер с остановками. Вначале мы видим, что за нами гонится куча слезняков. Видимо на нас их кто-то напустил. Видим глаза чьи-то. Ну тут не сложно догадаться, что это джестер. Шут джестер. Возможно он будет на нашей стороне. Видим какую-то локацию. Дорога, которая уходит куда-то в стену. То есть это не открытая локация, а искусственно созданная локация. Но очень красивая. Искусственное небо можно было заметить. И мы куда-то спускаемся вниз. Возможно мы поднимались наверх и на пути нам попались эти слезняки. Может быть кто-то не хочет, чтобы мы дошли до конца. Кто-то серьезно настроен нам помешать. Видели только что паука на ПНАПа. Я так понимаю. Вот. Возможно это будет главный злодей. Но тут у него еще обычная форма. Видим так же много зубов. И три глаза. Вроде бы не сильно страшный. Здесь у нас какая-то медицинская палата. Можно заметить. Как будто это снег. Или мне показалось. Или это пыль такая. Вот это летает вокруг. Возможно это пыль. Падает джестер. На две части разбитый. Вот тут мы видим три глаза. Есть теория, что это Томатаки и Чабатаки. Просто один из них немножко повернут в бок. Потому что не знаю. У меня нет других предположений. Мы видим немножко глаза как бы... Ну зрачки в разные стороны смотрят. Возможно кстати это типа один из них хамелеон же был. А другой повернут немножко боком. Это одна из теорий. Как вы думаете в комментариях обязательно напишите. Смотрим дальше. Видим пролетающую птицу. Возможно это птица Апила. Вот пролетает. Она распустила крылья и может летать. А также комнатку мы видим. Давайте посмотрим еще раз. Видно, что как бы издалека нам эту комнату показывают. Тут небольшая палатка с факелом стоит. Возможно тут будет какое-то испытание. И как раз таки против птицы Апила, которая будет летать. Видим джестера, который стоит в углу. Возможно он не видит. Может быть он играет в прятки и считает до 10, чтобы мы спрятались. Я не знаю. Стоит в углу и шатается. А тут какая-то есть палата или может быть тюрьма. Мы видим ведро. Ведро возможно чтобы ходить в туалет. Это тут очень скромно сделано. Тут возможно кто-то спит. Кого-то удерживают в тюрьме. Да. Он тут спит. Ходит в туалет. Возможно я не знаю. Может быть тут умывается. А и с другой стороны комнатка, где он кушает. Есть заварничек такой. Как будто бы его удерживает. Вот здесь можно предположить, что это королева. Но я думаю, что это катазавр. Очень сильно похож на катазавра. Форма зубов. Если сравнить форму зубов и язычков. Что все-таки это катазавр. И он видимо будет на нашей стороне. Здесь джестер за нами идет. Причем он, заметьте, он не бегает. Он просто идет за нами. Возможно у него, кстати, будут две формы. Он иногда будет злой и иногда добрый. Потому что у него как двуликий. Не знаю. Одна сторона улыбается, а другая грустит. Может быть это злая и добрая сторона его. Он не бегает за нами. Он как будто бы даже не на нас идет. Но как бы за нами идет. Но он не агрессивно настроен. Как будто бы мы его ведем. Поворачиваемся и ждем, чтобы он шел за нами. Может быть он сможет. Может быть возможно. Он, кстати, нам сможет вот эти ворота открыть. То есть еще раз. Ой, сори, простите. Так, вот мы обернулись. Надо чуть подальше промотать. Вот. Катазавр. Вот, большие ворота. Возможно мы их не можем открыть. И как раз таки джестер нам в этом деле поможет. Здесь я думал, кто это может быть. Возможно это птица опила. Потому что, ну, какая-то птица. Там же много было птиц. Опила и, либо же, тарта. Потому что видно, что здесь. Я сначала подумал, что это нос. Но это клюв. Это похоже на клюв. И тут как будто продолжение, но он пропадает. Да. Возможно это птица опила. Так, смотрим дальше. Еще одна из локаций. Видимо нам стоит. Надо будет туда попасть. В эту комнатку. И интересное испытание. Мы прыгаем. Как только мы прыгаем на кнопку. А платформа передвигается. Нам нужно примерно понять. В какую сторону она будет передвигаться. Если мы на какую-то кнопку встанем. То платформа может нас кинуть вниз. И тут важно наблюдать будет. Также мы видим бомболину. Бомболину тоже будет в шестой части. Видим какой-то лабиринт. Ну, сверху подсвечены лампочки. Возможно они нам будут как раз таки указывать путь. И в конце мы видим всех персонажей. И Наб-Наб и Наб-Малина. Они как бы друг от друга далеко находятся. Как будто бы их разлучили. Или возможно они как раз таки настроены против всей вот этой компашки. И попытаются как бы их убить. Ну, я не знаю. Пишите ваши теории. Ну, и в конце самое-самое крутое. Давайте посмотрим. Это реально было жутко. Мне даже его немножко жалко. Еще такая печальная музыка. Это Наб-Наб. Давайте я кадр хороший сделаю. Вот. Жуткий и ужасный Наб-Наб. Он принял форму демон. Демоническая форма Наб-Наба. И возможно это будет главный босс, с которым мы будем сражаться. Мне жалко Наб-Наба, потому что, я думаю, если бы его не разлучили с Наб-Налиной, мне кажется, он бы и не хотел принимать такую форму. Они бы... Он просто хотел счастья. Да, но его разлучили. И поэтому он стал такой злой. Вот. Пишите ваши версии, ребятки, в комментариях. С вами был канал Дориди. Вот. Попытался разобрать трейлер. Если хотите больше серий, подписывайтесь на канал Дориди. Также у меня есть Twitch-канал, где мы будем стримить данную игрушку и проходить вместе с вами. Так что подпишись на Twitch-канал. Ссылочка будет в описании. Там мы много чего интересного стримим. Вот. Ну и также второй канал AlexPlay есть. Там, возможно, тоже будем проходить. Я пока не знаю. Либо на Дориди будем проходить, либо на канале AlexPlay. Вот. Там, где будет лучшая активность, там и будем, я думаю, проходить. Поэтому обязательно подпишись. Вместе с вами будем обсуждать. У нас очень ламповые стримы. Без матов, без всего. Будем вместе с вами обсуждать прохождение шестой части игры. Вот такая вот концовка. Ждем, когда выйдет. Ну, раз вышел трейлер данной главы, я думаю, что в начале декабря, возможно, выйдет шестая часть. И мы ее пройдем. А также скоро... Блин, это очень интересно. Выходит шестая часть Бан-Бана и выходит третья часть Поппи Плейтайм. Мы будем и эту игру, и Бан-Бан проходить, и Поппи Плейтайм, разумеется, тоже будем проходить. Поэтому подписывайся. Будет много чего интересного. Будет куча разборов, куча теорий. И главное, чтобы вы поддерживали и смотрели. Главное, чтобы вам нравилось. Вот. Поэтому чаще заглядывай на Дориди и на канал AlexPlay. Вот. На Твич-канал подпишись. В общем, надеюсь, ты на все соцсети подпишешься. И до новых встреч. Всем пока. Спасибо, что посмотрели.